Девушки отдыхают Сегодня вы снова увидите обратную сторону ММА, где бойцы переживают самые сложные моменты в своей карьере, упустив одну из самых значимых побед в своей жизни. Девушки отдыхают Девушки отдыхают А начиная со второго отрезка времени, Усман стал следовать совету Тревора Виттмана, постоянно подключая в работу свой джеб, который полностью изменил ход боя. После празднования победы на эмоциях, чемпион вспомнил об обратной стороне победы, проявив смиренное уважение своему приятелю. Сдерживая слезы, Камару выразил свой респект Бернсу, тем самым зародив один из самых невероятных моментов в истории ММА. Бразилец позже расскажет, что один из его сыновей возненавидел Усмана за этот бой, а чемпион Камару в скором времени может встретиться еще с одним товарищем в лице Висенте Люка. Тем не менее, противостояние между этой парой бойцов еще не закончилось, но они все равно продолжают поддерживать теплые отношения, которые были запечатлены в тренировочном зале после боя. Начало этого года стало для UFC свежим глотком энергии, поскольку после долгих ограничительных мер в стране им все-таки удалось собрать крупный турнир в Абу-Даби, который к тому же возглавил сам Конор Макгрегор. Реванш между Дастином Порье и Нотариусом выглядел как односторонняя заявка на чемпионство Конора, потому что перед этим поединком почти все ММА сообщество было уверено в его легкой победе. Макгрегор и сам представлял себя в роли чемпиона в течение года, сказав в интервью, что он расправится с Бриллиантом еще быстрее, чем в первой встрече. Первые пять минут поединка оставили много вопросов. Поскольку Порье и пропустил пару серьезных ударов, ему удавалось сломать ритм боя и даже дразнить Конора. Уже с первых секунд второго раунда нога Ирландца была сильно подбита, что в итоге привело его к пропущенной серии ударов и последующему нокауту. Впервые в его карьере. Смиренно приняв эту часть игры, Макгрегор вынужден был улыбаться и благодарить Порье за бой, присмыкаясь перед ним не в свойственной для себя манере. И только перед их трилогией были обнародованы кадры с настоящими эмоциями Конора после второго боя, где боец, будучи в окружении семьи и близких, не мог поверить в свой провал. Проведя успешный реванш и защиту пояса против Коди Гарбранта, Ти Джей Дилошоу спускается в наилегчайший дивизион и пытается забрать второй пояс у новоиспеченного чемпиона в лице Генри Сихуда. Еще за несколько недель до боя за состояние калифорнийца стали переживать фанаты, поскольку Ти Джей стал доводить свой организм до предела, превращаяся в совсем другого человека. Нереально истощенный боец был вынужден пожирать горы таблеток и прибегнуть к запрещенному допингу, мечтая о втором поясе как обезумевший. Возможно, самая сложная сгонка веса в истории спорта не прошла бесследно, и обезвоженный организм Ти Джея дал сбой уже спустя 30 секунд после начала, разрушив все его труды и заставив принять двухгодовое отстранение из-за допинга. Вне себя от ярости обезумевший Дилошоу стал громить раздевалку, не сдерживая эмоций и на конференции после боя. Ти Джей заплатил за свою мечту безумную цену, получив двухгодичное отстранение от боев, упустив два пояса чемпиона, а также доведя свой организм до предела. В 2019 году Эдмен Шахбазиан стал новой восходящей звездой промоушена, поскольку его непобежденный рекорд вместе с очень молодым возрастом прибавили его нокауту в бою с Брэдом Товаресом несколько пунктов дороговизны. Всего один бой заставил весь дивизион среднего веса обратить внимание на этого парня, включая самого чемпиона Истраэля Адесанью, который уже предвидел его подъем на вершину в скором времени. Эдмен мог стать самым молодым обладателем пояса UFC в истории компании, обогнав Джона Джонса, который выиграл пояс в 23 года. Ему нужно было лишь провести два хороших поединка, чтобы подняться на вершину рейтинга, и его соперник в лице Дерека Брансона выглядел подходящей персоной для этого. Завсегдатый гейткипер дивизиона должен был стать трамплином для молодого дарования, и многие фанаты просто смотрели сквозь Брансона, ожидая следующего боя для Шахбазяна. Но у опытного ветерана были другие планы на этот счет. Эдмену просто не хватило опыта, чтобы распределить все силы на долгий бой и справиться с борьбой Дерека. Уже в конце второго раунда исход боя был очевиден, и спустя всего 30 секунд после начала третьего отрезка Брансон одержал победу техническим нокаутом, плотно посеяв сомнения в будущие чемпионские возможности Шахбазяна. Проявив должное уважение своему оппоненту, впервые побежденный Эдмен больше не проронил ни слова, покинув арену с опущенной головой, оставшись в своих мыслях наедине с самим собой. Переход Даниэля Кармье в тяжелый вес заставил целый дивизион бойцов два года ожидать его противостояния со Стипом Меочичем, не позволив новым претендентам проявить себя в титульном бою. Одолев чемпиона в первом раунде и забрав второй пояс в UFC, Кармье без проблем отстоял свой титул в защите против Дерека Льюиса, приняв реванш с выжидающим Стипы. Каренастый Кармье снова доставил бывшему доминатору тяжелого веса множество проблем, часто попадая в разящие серии ударов по неподвижному Стипе. Чемпион полутяжелого веса снова забирал бой у величайшего тяжеловеса UFC, пока в четвертом раунде он не стал натыкаться на удары по корпусу. Меочич, будто поймав второе дыхание, принялся уничтожать живот Кармье, постепенно вколачивая все более жесткие удары в его тело. Эта смена плана позволила Стипе открыть лицо DC и сокрушить его серией мощных ударов, которые привели к остановке боя. Всего один маленький элемент не позволил Кармье укрепить свое невероятное наследие, посеяв хаос в его голове вместе с разочарованием. Морально уничтоженного Даниэля пришел поддержать после боя сам Дана Вайт, пытаясь уверить его в том, что он великий боец, который провел невероятный бой. Кармье рассказал о своих переживаниях насчет того, что он просто взял и упустил бой, в котором он забирал победу, дав всем понять, что он будет жалеть об этом всю свою жизнь. Оставшись в кругу своей семьи, один из самых добрых и веселых парней в истории ММА был вынужден столкнуться с горечью поражения, с которой он был уже знаком много раз в этой жизни. Не забывайте оценивать ролик лайком и писать ваше мнение на этот счет в комментариях.